Чтобы поршневой насос стал перекачивать жидкость, нужно линейно перемещать поршни, в то время как приводной вал совершает вращательное движение. В аксиально-поршневых насосах преобразовать вращательное движение входного вала в поступательное движение поршней позволяет наклон блока или наклон шайбы, на которую они опираются. В первом случае устройство называют насосом с наклонным блоком, во втором — с наклонным диском. Аксиально-поршневые насосы способны развивать высокое давление. Типовые модели — до 32-40 мегапаскалей, а специальные исполнения могут работать при давлении 70 мегапаскалей. Они компактны и энергоемки, ремонтопригодны, благодаря чему их успешно применяют на экскаваторах и в дорожно-строительной технике. Насосы этого типа обеспечивают подачу жидкости с относительно невысокими пульсациями, что позволяет использовать их в гидроприводах станков. Высокое соотношение передаваемой мощности к массе обуславливает применение этих насосов в гидроприводах самолетов. Попробуем разобраться, как аксиальный насос перекачивает жидкость. Сначала ознакомимся с конструкцией насоса с наклонным блоком. Корпус насоса имеет характерную изогнутую форму. В корпусе на подшипниках установлен вал. К валу с помощью сферических опор крепятся поршни и помещаются в наклонный блок, установленный на оси. Блок опирается на распределительный диск, имеющий сферическую поверхность. В диске выполнены серповидные пазы для подвода и отвода жидкости, которая от распределительного диска попадает в крышку, где выполнены всасывающие и напорные отверстия. В зависимости от конструктивного исполнения в насосе могут быть установлены поршни или плунжеры. Независимо от этого, производители в документации на изделие называют насос аксиально-поршневым. Жидкость из бака подводится к входному каналу насоса, откуда всасывается поршнями. При движении в области всасывания поршень перемещается и увеличивает объем рабочей камеры. Вследствие увеличения объема камеры давление в ней падает, и жидкость под действием атмосферного давления заполняет камеру. Достигнув крайнего положения, поршень начинает перемещаться в противоположном направлении, уменьшая объем рабочей камеры. Жидкость вытесняется в напорный канал. Достигнув второго крайнего положения, поршень вновь начинает увеличивать объем камеры. Начинается всасывание. Цикл повторяется. В корпусе насоса установлено несколько поршней. В показанном примере — семь. Пока один поршень осуществляет всасывание, другой вытесняет жидкость в напорную линию. Третий находится в крайнем положении. Такая схема позволяет осуществлять непрерывную подачу жидкости с относительно невысокими пульсациями. Обратные клапаны в представленном насосе не нужны, так как поршни всегда осуществляют всасывание в одной зоне, а нагнетание — в другой. В насосах с наклонным диском, блок цилиндров, установлен соос на приводному валу. Поршни опираются на наклонный диск с помощью специальных толкателей со сферической поверхностью. Блок цилиндров устанавливается на распределительный диск, сопряженный задней крышкой, в которой выполнены каналы для соединения с напорным и всасывающим трубопроводами. При вращении блока поршни или плунжеры совершают возвратно-поступательное движение. В тот момент, когда поршни движутся, увеличивая объем камеры, они соединены с линией всасывания. Когда поршни движутся в противоположном направлении, уменьшая объем рабочей камеры, они соединяются с каналом нагнетания. Насос обеспечивает подачу жидкости при вращении его вала, а гидромотор, наоборот, обеспечивает вращение вала при подаче в него жидкости. Аксиально-поршневые машины, как правило, обратимы. Это значит, что гидромотор может работать как насос, а насос может работать как мотор, если вывести отдельно линию дренажа. Насосы, конструкция которых предусматривает возможность изменения рабочей камеры, называют регулируемыми. О регулируемых аксиально-поршневых насосах мы рассказывали ранее. Ссылка на видео будет в описании. Чтобы не пропустить новые ролики, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях. Продолжение следует...